Ну вот, теперь все, что требуется от клиента, это зайти в интернет и внести свои данные, распечатать полис. Оформить полис ОСАГО можно, не выходя из дома, минут за 15, говорит директор Центра обслуживания крупной страховой компании Ирина Гаврина. Все просто. Заходите на сайт своей компании, открываете нужную вкладку и вводите данные паспорта, СРК, водительских прав и техосмотра. Затем оплачиваете полис банковской карты и нажимаете кнопку «Печать». Все, полис готов. Освоить нехитрые операции способен даже ребенок. Однако... Мы бы хотели предупредить, что не стоит обращаться к посредникам, так как, во-первых, это услуга платная, она запрещена законом и при искажении данных пострадает от этого непосредственно страхователь. Так как, если при урегулировании страхового случая выясняется искажение данных, то страховая компания имеет право регресса к страхователю. Электронный полис от традиционного, кроме того, что печатается на простой бумаге, отличается номером. На электронном он с тремя иксами. Стоимость обычного полиса и купленного через интернет при этом одинаковая. Если сайт автостраховщика по каким-то причинам не будет работать более получаса, клиента переключат на другую компанию. Так что риск не получить страховку полностью исключен. Автоюристы региона в основе своей приветствуют нововведения. Считают, что компании теперь не смогут отказаться от предоставления услуги, а также навязывать дополнительные. Я думаю, очень большие плюсы. И я думаю, по сути, полисы ОСАГО должны немножко подешеветь, потому что сама структура и стоимость оказания услуг, выдачи этого полиса, она уменьшится. То есть, получается, самой страховой компании не нужно иметь в штате 10 человек, которые будут выдавать эти полисы. А сам человек выполняет эту работу за менеджера страховой компании. Номера электронных полисов наряду с традиционными сразу попадают в общедоступную базу Российского Союза автостраховщиков, что фактически исключает покупку левого. Да и проверить подлинность страховки инспектором ДПС теперь проще простого. Правда, отмечают эксперты, сегодня далеко не все посты полиции имеют доступ в интернет. На первых этапах это может создавать сложности. По данным Российского Союза автостраховщиков, почти 400 тысяч электронных полисов уже продано в России. В Алтайском крае, правда, значительно меньше, чем во многих других регионах, пока в пределах тысячи.